Благословение или проклятие Благословение или проклятие Мы понимаем, что это очень благословенное положение Быть теми, которые знают Спасителя Быть теми, кому Бог открыл благодать свою Быть теми, для кого Бог открыл все ценности Царства Небесного И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами порассуждали Об одной неожиданной, может быть, такой теме Как я для себя ее предъявляю опасности Как, будучи благословенным, не оказаться проклятым Я понимаю, что эти два понятия в нашем понимании не всегда совмещаются Их сложно соединить воедино Как может быть и то, и другое Вот об этом мы сегодня и поговорим Может ли такое быть вообще Для начала я хотел бы, чтобы мы открыли книгу Откровения И мы, прежде чем перейдем к теме нашего праздника Начнем несколько издалека Начнем и с Откровения И прочитаем несколько текстов из Ветхого Завета Книга Откровения, 2 глава Я прочту с 12 стиха Это так называемое послание к Пергамской Церкви И ангелу Пергамской Церкви напиши Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч Знаю твои дела И что ты живешь там, где престол сатаны И что содержишь имя мое И не отрекся от веры моей Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана Умершлен верный свидетель мой Антипа Но имею немного против тебя Потому что есть у тебя там Держащиеся учения Валаама Который научил Валака Ввести в соблазн сынов Израилевых Чтобы они ели идоложертвенное И любодействовали Вот такой вот неожиданный текст Как к сегодняшнему празднику Но знаете что, друзья Вот этот текст, он вообще очень довольно сложен Для понимания В нем мало места для фантазии Сложно, ну, как бы Что-то здесь додумать К сказанному И вместе с тем сложно однозначно воспринять То, что здесь записано Вот эта ссылка на Валаама И на Валаака Она, на мой взгляд, еще более затрудняет Восприятие этого текста Потому что история этих двух людей И описана в книге чисел И она довольно-таки необычна, эта история Необычна тем, что Валаам был каким-то пророком Причем пророком, с которым говорил Бог Это был действующий действующий человек, облеченный силой и властью Валаак был царем Моавитским Был тем человеком, который возглавлял тот народ Который Израиль должен был завоевать Который Израиль должен был победить Когда завладевал Ханааном Когда земля обетованная Господь открывал землю обетованную перед Израилем Моавитяне были одни из тех людей Кого Израиль должен был победить И вот что происходит Когда читаешь эту историю Мы видим, что Израиль шел как такая лавина Как волна, направленная самим Богом Сметая все на своем пути Перед ним падали города Расступались воды Останавливались реки То есть, вот, если нужно было Даже солнце могло остановиться Происходили такие великие события Что ничто не могло остановить израильский народ Цари, которые считали себя властными Считали себя сильными Не могли противостоять обществу простых рабов Которые вышли из Египта Потому что с ними был Бог И вот царь Моавитский Валак, увидев, что Израильтяне это нерушимая сила Израильтяне это те На которых присутствует какое-то благословение Он обращается к Валааму Как к человеку, который как-то связан с Богом И просит, чтобы Валаам пришел к нему И проклял израильтян Чтобы Он произнес о них худое Чтобы вот это вот Все благополучие Вот эта вот царь нерушимость Вся эта сила исчезла от израильского народа И чтобы они стали как простые люди до этого Как другие народы Которых Моавитяне особенно и не боялись И вот, читая эту историю Мы видим, что Она довольно необычна И необычна тем, что Валаам сразу, как пророк Бог заявляет о своей неготовности Делать что-то в разрез с Божьим повелением Он очень однозначно говорит, что Ты зовешь меня проклясть, Израиль Но я приду, хорошо, приду Он вначале отказывался Потом он идет, он говорит Я приду Но скажу только то, что говорит мне Бог Если Бог скажет благословлять, я благословлю Если Бог не извлекает зло, я не могу изречь зло Что вложит Бог в мои уста То и буду говорить И считая книгу чисел, мы видим, что Вроде бы Валаам так и поступил Вроде бы, ну не за что зацепиться Он вроде бы так и поступил Там был какой-то особый разговор Бога с ним через ослицу, на которую он ехал Мы помним эту историю Кстати, тоже интересный образ Христос езжал на осленки в Иерусалим И Валаам ехал проклинать Израиль на ослице И ослица остановилась Она не шла Она остановилась по воле Божией Чтобы у пророка что-то не то было на сердце И Бог менял расположение сердца пророка И вот что происходит Эта история заканчивается как бы на полусловии История встречи этих двух людей Вместо того, чтобы проклясть Израиль Валаам несколько раз благословляет его Если мы читаем эту историю Оно происходило очень удивительно Царь Моавицкий вместе с этим пророком Восходят то на одну вершину, то на другую То в какой-то долине становятся Строят каждый раз семь жертвенников Возносятся всесожжения И после этого Валаам оставляет царя Говорит, постой возле твоего всесожжения Я пойду, спрошу, что хочет сказать Господь И возвращаясь со Словом Божьим Валаам благословляет Израиля Валаак очень удивлялся Он говорил, я тебя позвал проклясть, а ты благословляешь Лучше вообще молчи Лучше вообще молчи А тот говорит, не могу Разве я тебя не предупреждал Что буду говорить то, что влагает Бог в мои уста И вот читаешь эту историю И смотришь, что такое ощущение Что Валаам сделал все правильно Ну нет как бы книги чисел За что зацепиться, чтобы сказать Что он хоть что-то неправильно произнес Но читая историю всего израильского народа Читая все книги священного писания В частности, вот книгу Откровения Мы сейчас процитировали Мы видим, что уже дается оценка Поведению Валаама как тому Который сделал что-то неправильное И здесь написано, что Как мы прочитали, что он научил Царя Моавиитского Валаака Что надо ввести в соблазн сынов Израилевых Петр в своем послании пишет Что Валаам возлюбил мзду неправедную Что какие-то перемены Он представляет его как человека Который променял послушание Богу Способность передавать напрямую Откровение от Бога Променял на какую-то материальную выгоду И сейчас я хотел бы предложить Нашему вниманию одну из притч С помощью которой Валаам Благословлял израильский народ Она содержится в 23 главе И мы будем читать Это книга чисел 23 глава И будем читать с 16 стиха Даже с 15 И сказал Валаам Валаку Постой здесь у всесожжения твоего А я пойду туда навстречу Богу И встретился Господь с Валаамом И вложил слово в уста его И сказал Возвратись к Валаку и так говори И пришел к нему И вот он стоит у всесожжения своего И снимки князья Моавицкие И сказал ему Валак Что говорил Господь? Он произнес притчу свою и сказал Встань Валак и послушай Внимай мне сын Сепфоров Бог не человек, чтобы ему лгать И не сын человеческий, чтобы ему изменяться Он ли скажет и не сделает Будет говорить и не исполнит Вот благословлять начал я Ибо он благословил И я не могу изменить этого Не видно бедствия в Иакове И незаметно несчастье в Израиле Господь Бог его с ним И трубный царский звук у него Бог вывел их из Египта Быстрота единорога у него Нет волшебства в Иакове И нет ворожбы в Израиле В свое время скажут об Иакове И об Израиле Вот что творит Бог На этом я остановлюсь Можно было бы дальше читать эту притчу Но на что я хотел бы обратить внимание Вот в 23 стихе Мы прочитали такие слова Нет волшебства в Иакове И нет ворожбы в Израиле Вы знаете, судя по всему Валааму было точно понятно Четко ясно По какой причине Вот так благословен Израиль Почему Вот даже злое нельзя произнести на него Почему Бог за этот народ И причину эту Он объясняет очень просто Нету Нету ничего достойного осуждения в Израиле Нету ничего, ради чего мог бы Бог отвернуться от Израиля Нету ничего, за что бы он мог поднять свой перст И наказать Израиля Или отнять свое благословение от него И вот я уже не знаю Сказал ли Валаам напрямую когда-то Валаку И Левалак сам додумался Услышав слова благословения этого пророка В чем причина безопасности и непобедимости Израиля Но уже в книге Откровения мы считаем Что этот человек Царь Моавицкий Как-то продумал стратегию Чтобы ввести израильтян в соблазн Чтобы ввести их Выдало поклонство Прелюбодеяние Чтобы лишить их того благословения и той силы Которые были на них от Бога И вот когда заканчивается разговор Валаама с Валаком Уже в 25 главе книги Чисел мы читаем И жил Израиль в Сетиме И начал блудодействовать с дочерями Моава И приглашали они народ к жертвам богов своих И ел народ жертвой их И кланялся богам их И прилепился Израиль к Валфигору И воспламенился гнев Господень на Израиля Друзья, вот эта история Повествует нам о переломном моменте В жизни народа Божьего Вот разница Вот здесь если дальше читать эту историю Мы увидим, что гнев Божий вылился в то Что началось в Израиле поражение И за короткий промежуток времени Погибло в Израиле 24 тысячи человек И что интересно Буквально чуть раньше Не знаю, может днем, месяцем раньше Во всяком случае главой Как мы смотрим развитие по главам Главой раньше мы считаем, что Нельзя было произнести даже худое Валаам боялся произнести даже худое на Израиль Не было причины, за что проклясть этот народ Тут все меняется совсем по-другому Гнев Господень воспламеняется на этот народ Который до этого он благословлял До этого благословлял А здесь все изменилось кардинально И Бог говорит, что нужно остановить грех в Израиле Он обращается к Моисею и говорит, что нужно делать Моисей передает указания дальше судьям народа своего И ждет, что что-то будет происходить Но Израиль как грешил, так и грешит И до тех пор, пока уже наглость дошла в грехе до такого состояния Что перед глазами Моисея Стало совершаться блудодеяния Не скрывая Тогда уже сын священника Сын священника встал И по имени Финеес Сын Елеазара, сына Аарона священника Встал из среды общества Взял в руку свое копье И пошел вслед за тем израильтянином В спальню И пронзил их обоих Израильтянина и женщину Чрево ее И прекратилось поражение сынов Израилевых Женщина была мавитянка После этого прекратилось поражение сынов Израилевых Вы знаете, друзья Вот здесь мы, собственно, переходим На мой взгляд, к самому интересному Израиль считал себя И действительно не просто считал Он был благословенным народом Божьим Но, как оказывается Благословение Бога Оно имеет некие условия Оно с чем-то напрямую взаимосвязано Во-первых, благословение Как мы видим из этой истории Это то, что носит условный характер Может быть, это неприятно звучит Но благословение Бога имеет условия В книге Второзакония, 30 главе Можно прочитать в 19 стихе Где Бог напрямую предлагает Израилю И говорит Благословение и жизнь предложила тебе Смерть и жизнь предложила тебе Благословение и проклятие И дальше говорит Избери жизнь То есть, кем ты будешь Каким ты будешь Благословенным или проклятым Будешь ты под властью смерти Или под властью жизни Зависит от твоего выбора Зависит от того, что ты выбираешь Следующее Благословение, как оказывается Не носит постоянный характер То есть, не является тем Что если уже дано То пребывает всегда И не отнимается назад Оказывается Его нужно обновлять Право на благословение Нужно обновлять Поддерживать И третье На что я хотел обратить внимание Всегда рядом с нами Будет тот Кто знает Что нужно сделать для того Чтобы лишить нас благословения Всегда рядом был И будет тот Кто знает Как лишить Человека Божьего Народ Божий Благословения Потому что если Лишить благословения Вот тогда открывается Поле деятельности для Него К чему я все это говорю Дело в том, что В своей жизни Все мы получаем Все Исключительно По благословению Божьему И лично я Вот как понимаю Я думаю, что многие Будут со мной солидарны В этой мысли В том, что Без Его благословения Мы бы не имели Всего того хорошего Что у нас есть Его благословение Для нас желанно Божье благословение Для нас ценно Оно важно Когда Израиль Стал блудодействовать И стал есть Идаложертвенное Друзья Оказывается Они какое-то время Дальше считали Себя благословенными Они жили Как благословенный народ Но думали В их сознании Ничего не изменилось Но что-то Стало меняться В их окружении Что-то стало Происходить В их обстоятельствах В внешних обстоятельствах Они-то думали Что внутри В них вроде бы Все нормально А внешне Что-то стало меняться Они уже перестали Быть той победоносной Армией Они уже не могли Победить тех Кто перед ними Раньше просто падали Более могущественные Цари и города И империи Они не могли Остановиться Не могли понять Что что-то изменилось Но менялись Обстоятельства Вокруг них 24 тысячи Человек Погибло В Израиле От поражения Господнего В тот момент Когда Израиль Стал согрешать Я себе подумал Ну как они погибли В один момент Наверное нет Наверное Какой-то промежуток Можно было понять Что что-то происходит Но никто Не предпринимал Решительных действий Чтобы остановить Вот те перемены Которые наступили В израильском народе До тех пор Пока Финиес Не решился И не сделал То, о чем мы прочитали И после этого Остановилось Поражение От Господа Есть еще один Интересный Пример Это Известный Герой Такой Израильской Истории Человек По имени Самсон Вы помните Его удивительную Историю Она на уровне Какой-то сказки Даже звучит Читается Потому что Ну вот так все Необычно В его жизни Было Бог вот с ним Действовал Работал с ним Как с ребенком Вот мы иногда Хотим Чтобы в нашей жизни Бог работал Как работал с Самсоном Чтобы нам было ясно Вот как к Самсону Открывался Бог Да Или как к Гидеону Бог открывался Вот чтобы вот так Все было просто И прозрачно А Бог с этими людьми Работал как с младенцами Работал как с теми Которые другой язык Не понимают Они не могли Иметь с ним Личных отношений Они Бог работал с ними Через образы Через обстоятельства И вот Самсон Будучи очень сильным Человеком Тем который Ну Навивал страх На всех филистимлян На всех окружающих Народы Израильские народы И Мы помним Что его сила была в том Что он был на заре Ну так Господь усмотрел Волосы у него были длинные И когда случилось так Что он проговорился В чем заключается Источник его силы И когда его спящего На руках у женщины Остригли И сила отошла от него По пробуждении Когда ему сказали Что опять идут филистимляне Он встал и считал Что сейчас ничего не поменялось Он не заметил перемен Которые произошли с ним Он не заметил Что он стал как простой Как обычный человек Он говорит Пойду как прежде Пойду сделаю то Что делал всегда Он не напрягался Он не боялся Этой угрозы Которая шла со стороны Он считал Что с ним Все равно прибывает Благословение Божье А оказалось Что Господь Отнял от него Своё покровительство И Самсон За это очень сильно Пострадал Во-первых Вначале он лишился Свободы Потом он лишился Зрения И в конце концов Лишился Самой Жизни Если вернуться К тому Торжественному Событию Которому мы Сегодня говорим О входе Иисуса Христа В Иерусалим Я хотел бы Обратить внимание Сегодня друзья На людей Которые встречали Иисуса На толпу На тех Которые Как я себе представляю Это вот какой-то Наверное Организовался Торжественный Такой проход Одни стояли По правую сторону Одни по левую Раступались Перед идущим Иисусом Христом Постилали одежды Свои Постилали пальмовые Ветви И от всего сердца Наверное От всего сердца Кричали Асанна Воздавали славу Прославляли Грядущего Я вот задаю себе вопрос Когда представляю Эту картину Когда читаю Это повествование Насколько Ну могли отдавать Себе отчет Эти люди В тот момент Насколько они могли Вообще думать О том или не думать Думал ли кто-то О том что Им же придется В скором времени Вместо Асанна Кричать распни Вряд ли За тот промежуток Времени Сильно мог измениться Народ Приходящий в то время В Иерусалим Навряд ли Самолетов тогда Не летали Поезда не ходили Нельзя было сесть На автомобиль И уехать Самый быстрый Вид транспорта Это был колесница И тот долго ехал И люди Долгое время Были в Иерусалиме Наблюдали за тем Что происходило И вот эти Которые встречали Христа И говорили Асанна Я думаю Как минимум Какая-то часть Их должна была Присутствовать И в той толпе Которая стояла Перед Голговским крестом Которая стояла Перед Пилатом И восклицала Распни 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 Я думаю Ну Что они хотели Что они хотели Когда кричали Асанна Они хотели Благословения Но они совсем Не думали о том Кто благословляет Они видели Христа Как того Который может Решить их проблемы Их очень беспокоили Обстоятельства Окружающие обстоятельства Они думали Что их проблема Это Рим И оккупация Их проблема в том Что Вот Не хватает им царя Не хватает им того Который возглавит их Возглавит их Как народ Как было раньше Который освободит их И они ожидали Что вот этот вот Иисус Который въезжает Он будет их царем Он будет Он сын Давидов Он будет тот Который даст им свободу Обещанную свободу Они хотели С помощью Иисуса Христа Решить Накопленные веками Проблемы И желание Вполне Как бы Даже можно сказать Оправданное Определенное Но Они совсем не были готовы Слушать Что же готов Предложить им Иисус Христос И примечательно Что первое место Которое посетил Христос в Иерусалиме Это был храм Мы уже читали Об этом сегодня Слышали Первое место Которое Христос Посетил в Иерусалиме Это был храм И вот именно в храме Христос довольно Уверенно продемонстрировал Насколько ошибочно Представление Этих людей О себе Как о тех Которые благословенны Они жили И считали себя Семенем Авраамом Детьми Авраама Они думали Что уже По избранию По определению По происхождению Они Не могут лишиться Этого Они являются Народом Божьим И Бог Не отказывается От них Но когда Христос Входит В Иерусалим И потом Заходит в Иерусалимский храм И начинает Там переворачивать Столы миновщиков Начинает Выгонять продающих Начинает Вот бороться С этим беспорядком Который там был Он довольно Ну рез Редко Христос Проявлял Вот такой вот Явный гнев А здесь Он его проявляет И заявляет О том Что вы ошиблись Друзья Вы ошиблись Вы дом отца моего Который должен быть Домом молитвы Сделали бизнес центром Сделали тем местом Где решаете Свои насущные вопросы И вот Этим своими действиями Христос показывает Что люди Заблуждаются Они забыли О своем предназначении Они долгие годы Жили под проклятием Считая себя Благословенными И вот Эта сфера Которой мы Говорим О том Как Будучи благословенным Не оказаться проклятым Она очень тонкая Настолько тонкая Что вот В послании К Пергамской церкви Мы об этом В какой-то мере Увидели Обращаясь К ангелу Пергамской церкви Господь говорит Что Ты молодец Вот Все хорошо в тебе Все правильно Более того Ты живешь В очень тяжелых Обстоятельствах Ты живешь В таких обстоятельствах Где Престол Сатаны Где Верные мне Люди Бывают Умерщвлены И несмотря на это Все Ты сохранил Что-то очень важное И казалось бы Вот этой похвалой Можно было бы уже Радоваться Успокоиться Но Господь Не останавливается Он говорит Но имею против тебя Вообще Вот очень интересно Построено Эти послания Почти всегда Господь Вначале Замечает Добрые стороны Что удалось Сохранить Народу его И обращает Нимание потом На ошибки Что нужно Исправить И здесь он говорит Но имею против тебя Следующее Что среди тебя Есть те Которые Следуют Учению Валаама Который Научил Валака Как вести Соблазн Сынов Израилевых Чтобы они ели Идоложертвенное И блудодействовали Вы знаете Друзья Можно долго Гадать о том Что же это за Учение Валаама И кто его Сформировал И кто его Записал Но мне кажется Что здесь Самое важное Это принцип Даже если Ты живешь Правильно Даже если Ты живешь Там где Престол сатаны Как говорится Пергамской церкви При этом Ты борешься И хранишь Свою веру Но в твоей жизни Есть что-то С чем ты согласился На уровне сердца На уровне воли На уровне ума И это что-то Это грех Это что-то неправильное С чем ты согласился Смирился Принял Как часть твоей жизни Как безысходности Может быть От безысходности Бог говорит Что вот это Мне противно Вот это Я не готов принимать Иначе вот Нельзя понять Поведение Христа В Иерусалимском храме Въезжает царь И вместо того Чтобы похвалить Вы сохранили храм Череда Все на месте Вместо того Чтобы поддержать Вам так тяжело Вы Находитесь там Где престол сатаны В римской оккупации Христос Христос Заходит В храм И показывает И показывает На ошибки Показывает На упущение Показывает На то Где изменилось Представление людей О верности И о правде И очень часто Бывает так Что мы Глядя на свою жизнь Глядя на обстоятельства Которые нас окружают Мы пытаемся Понять Почему они приходят К нам Почему в нашей жизни Случается то или иное Почему у нас Окружает Какая-то Проблема Почему нас посещает Какое-то Переживание Почему то или другое Происходит В нашей жизни И пытаемся Может быть Объяснить это С логической точки зрения Почему То или другое Постигло меня Но может быть Иногда стоит Посмотреть Несколько Глубже Просто Посмотреть Несколько Глубже Если мы Находимся Под благословением Божьим Как народ Божий Вот Для меня Очень показательна Эта история Израиля Никто не мог Проклясть Израиля Никто не мог Сделать злое Израиль Никто не мог Сказать против Что-то Израиля Потому что Народ был В правильном состоянии Пред своим Богом Не было места Злу Не было места Греху в народе Не было места Противления Богу И Бог Благословлял Этот народ Открывал перед ним Все двери Но как только Что-то изменилось В самом Израиле Как только Что-то изменилось В их сердцах Сразу же Изменились обстоятельства Вокруг Израиля Сразу же Пришло поражение На них Не изменилось Избрание Не изменилась Суть Что Бог Их Бог Не изменилась Суть Что они Народ Божий Но изменились Вокруг обстоятельства И очень часто В нашей жизни Бог с помощью Изменяющихся Вокруг нас Обстоятельств Не просто Воспитывает И корректирует Нас А бывает И указывает На какие-то Конкретные Ошибки В моей жизни Грех С которым Я смирился То, что Я не хочу Оставлять То, что Я думаю Совмещать С моей Верой В Бога И вот Как Подобно Тогда Христос Входил В Иерусалим И множество Людей Окружали Его Он и по сей день Приходит В наши дома В наши семьи В наши церкви И как Желаем Как оказывается Он желает С этим приходом Не только Чтобы мы Его встретили Торжественно Не только Чтобы мы Воздали ему Осанну Не только Чтобы мы Были готовы Постилать Перед ним Свои одежды Расступаться Перед ним Оказывать ему Какую-то честь Но чтобы Были готовы Слышать его вердикт Слышать его оценку Слышать его слово Когда он При том Что все Правильное Есть в твоей жизни Соблаговолит Указать На какую-то ошибку Вот значит С этим надо работать С этим Нужно что-то Делать И Мне бы очень хотелось Всем нам Вот В завершении Этого Этой проповеди В завершении Этого общения В праздничный Такой день День когда мы Много людей Неосознанно Это делают Много людей Делают это Не отдавая себе Отчета Что происходит Но день когда мы Хотим каким-то образом Почтить Бога Мы хотим Выделить день Мы хотим вспомнить Как происходили События его жизни И вот одно из его событий Это въезд Иисуса Христа В Иерусалим Торжественный въезд Иисуса Христа В Иерусалим И дай Господь Чтобы мы готовы были Когда он войдет В наш Образный Иерусалим Открыть перед ним Храм своего сердца Храм своей души И позволить ему указать Что там не так Что там нужно изменить Что лишает меня Сегодня его благословения Что позволяет Сегодня надо мной Быть какому-то проклятию Что позволяет Сегодня обстоятельством Управлять мною Вместо того Чтобы мне быть Выше обстоятельств Что лишает меня силы И власти Божьей Его присутствия В моей жизни Друзья Можно конечно Об этом не думать Можно ограничиться Избранием Предопределением Можно ограничиться Принадлежностью К народу Божьему И по определению Идти вот Что будет всем То будет мне В этом случае Мы не ошибаемся Потому что Господь говорит Что тем Кто верует В Иисуса Христа Тем кто принял его Он дал власть Быть чадами Божьими И перед ними Открыто Царство Небесное Это безошибочный путь Друзья Это путь Которым в конце концов Мы услышим Приди Наследуй Благословенное от Отца Приготовленное тебе Приди Наследуй Но вопрос сейчас стоит В другом Как я этот путь Буду идти Я буду идти Этот путь Постоянно Борясь с чем-то Вокруг себя Или находясь Под благословением Божьим Это конечно Индивидуально Тут нельзя Все загонять В одну рамку И ставить Под одно правило Но очень часто Бывает в нашей жизни Когда мы Смотрим на окружающие Нас обстоятельства И от всех сил Пытаемся их Изменить Пережить Преодолеть Противостоять А может быть Что-то нужно Изменить внутри себя Может быть Где-то нужно Согласиться с Богом Что нужно Храм Очистить И тогда Придет жизнь Благословения Да поможет нам В этом Господе Аминь Завершилось богослужение Подошла к концу И наша с вами встреча И мне остается Только пожелать вам Успехов в делах Хочется пожелать Обильных Божьих благословений Желаю вам Веры в действии Оставайтесь с Богом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok